Пратишта, Ашрави Граха, Баладевы Радхарани, Пратишта, их собственность, или как это называется, их доля, Гуру Девы. Вся Пратишта, слава должна принадлежать Гуру Деву, поскольку для Него, что бы я ни получил, это все благодаря Его милости. Строгая приверженность стопам Гуру Дева, строгой приверженностью стопам Гуру Дева человек может преодолеть, выйти победителем в битве с этой Пратиштой. Вся заслуга, любая заслуга, даже малейшая, благодаря милости Моего Гуру Дева, Гуру Татва, тот, кто притязает на Пратишту, кому она принадлежит? Слава, только благодаря Нему, Слава Кришны распространяется в этом мире. Гуру Татва, Мула Шрай Виграха, главный источник прибежища, Мула Шрай Виграха, олицетворение этого прибежища, Радхарани и Баладев в различных департаментах. Вся заслуга должна принадлежать им, потому что только от них, благодаря им Слава Кришны, Величие Кришны распространяется миру. Пратишта должна принадлежать им только лишь. А Канак, владыка всей Айшварии, богатства, могущества, власти, денег, принадлежит Нарайне. Чувственные наслаждения принадлежат, предназначены только для Кришны концепции, Сваям Бхагавана. Он, владыка этих радостей или этих достояний, или назовите это как угодно, Камы. Прабхупат говорит, Один джентльмен спросил у Прабхупата, Каков смысл этого фрагмента Вашей поэзии, этого места, «То, что написано здесь, это что, действительно так? Кришна, единственный, наслаждающийся всей концепцией женского начала?» «Да?» — ответил ему Прабхупат. «Он единственный владыка этого начала, этой концепции. Мы все посягаем на его права». Женское начало, как таковое, предназначено только для него, поскольку он абсолютно наслаждающийся и никто другой. А то, что мы находим во Вриндаване, у них рождаются дети, у обитателей Вриндавана. И также в царстве животных происходит слияние полов или общение полов, и рождаются дети, детеныши, но они делают это, общаются между собой только ради Кришны, для того, чтобы порадовать Кришну. Так или иначе, реалии того мира устроены таким образом, чтобы способствовать удовлетворению Кришны. В процитивном случае такому явлению не было бы, для Него не было бы места в царстве, в зоне Вриндавана. Все планируется и устраивается для того, чтобы способствовать удовлетворению Кришны. И они создают параферналии необходимые, порождаются параферналии необходимые для Игора Кришны. В противном случае духу самовозвеличивания или наслаждению себя нет места там. Те, кому присущ такой дух, не могут проникнуть в эту трансцендентную область. Они остаются на земле эксплуатацией, затем землеотречения, затем область контролируемая шастры, а уже затем область автоматической любви. Но критерий таков, все делается исключительно в качестве вклада в удовлетворение Кришны, не вклад ради достижения личных целей. И эти личные цели остаются далеко позади, в этом бренном мире. И это невозможно вычленить подобные составляющие из того мира. Дух Жертвенности, который необходим ради Лилы Кришны, чтобы способствовать Ей. Все планируется и устраивается подобным образом во Вриндаване. Махарадж, да. Иногда Махабхагавата, Вайшнав, поскольку он великий проповедник, то он может быть окружен роскошью, богатством Айшвари, Айшвари, да, ага, великой роскошью. Но все же мы знаем, что он Махабхагавата, Вайшнав, поскольку он создает многих Вайшнавов, подобно Чинтамане. Если это воистину Бхагавата, Махабхагавата Вайшнава, тогда что бы он ни делал, он делает ради удовлетворения Кришны. И эти вещи не могут связать его, да. Мой вопрос таков, да. Если его последователи также ведут себя, имитаторы умрут. Искренность, искренность спасет. Если это нечто действительно для Кришны, как в случае Пандарика Видьянитхи, внешне он демонстрирует жизнь в полную роскоши, но внутренне он полностью безраздельно предан Кришне. Поэтому искренность является критерием. Если человек искренен и правдив по отношению к себе, тогда с ним все в порядке. Если речь идет об имитации, то имитация его убьет. В Бхагаватам говорится, великие личности, то, что они говорят, всегда приемлемо. Всегда приемлемо то, что говорят великие личности, но их практики приемлемы не всегда. Что бы мы ни находили, ни видели в их практике и в их советах, разумный человек будет принимать лишь советы, лишь советы, но не все практики. И те практики, которые соответствуют этим советам, только эту часть, но не все практики. Советы, адресованные определенному человеку, этот Маха Бхагавата дает с точки зрения, принимая в расчет положение этого человека. Поэтому это безопасная ситуация. Можно полагаться на эти советы, но его практики мы не можем имитировать. Маха Бхагавата Вайшнава — подобное предостережение дается Шримад Бхагаватам, адресованное обычным людям, искателям истины. Мы в качестве уязвимых преданных, преданных меньшего калибра, мы не способны различить. Конечно, тот, кто не способен различить, кто есть кто, что есть что, но это не заслуга, это не достоинство. Внутреннее пробуждение необходимо, способность различения того, кто есть кто и что есть что. А невежественный человек будет вынужден страдать. Сукрити приходит к нам на помощь в качестве нашего поводыря, и тогда оно приводит нас на поверхность, истинную шрадху. И благодаря истинной шрадхе мы можем видеть, шрада показывает нам, кто реальный садху, а кто нереальный садху. Как это называется по-английски? Скрипт, тайнопись. Да, тот, кто способен расшифровать, тот, кто способен прочитать скрипт. Он сумеет прочитать, когда его сознание возвысилось выше уровня поверхностного восприятия, он способен расшифровывать тайнопись, клинопись, неведомую обычным людям. Если мы искренни, то нам никто и ничто не причинит вред, кто должно быть нашей главной опорой. А, ты банкрот? Нет? Да, Махараш, я банкрот. Это только лишь благодаря вашему обществу, временами, некие духовные вопросы могут прозвучать даже из уст камня. Махараш, эти стихи, которые вы иногда цитируете, такие как «нахи кальянакрит каштим дургатим татхагачхати», мы никогда не слышали объяснений этого. Этот стих, который я никогда… Я никогда не использовал этот стих. До тех пор, пока вы не объяснили, и вы используете этот стих в столь многих случаях, в местах, и целый мир этого стиха явлен, открыт. Бог помогает тем, кто сам себе помогает. У кого аналогичный образ мыслей? Сердце внутри, с Богом над головой, две стороны. Марджаранья и Маркатанья. Мы, скорее, поклонники или верующие в Маркатанья, логику обезьянки, которая прилагает усилия и цепляется за свою маму. Марджаранья – это удел очень высоких душ. Но на нашем уровне Маркатанья будет более благотворной. Логика или тактика обезьяны. Обезьяна цепляется за свою маму. Это активное самопредание. А котенок, его просто мама берет в зубы и тащит. Это пассивное самопредание, но подобный случай – это удел высочайших душ. На нашем уровне мы должны прилагать усилия. Когда самопредание достигает высочайшего уровня, тогда мы действительно можем сказать, что бы ты ни сделал со мной – делай. Я не знаю, что хорошо, что плохо, где право, а где лево. Но это высочайшая стадия. Я ничего не знаю. Что бы ты ни захотел со мной делать – я не могу не делать. Это стадия. Но на стадии садхаки всегда необходим самоанализ. Кто я? Как я могу использовать что-то в служении Господу? Как я могу использовать нечто в служении моему Гуру Деву? Я должен быть бдителем, наблюдая движения меня самого, моего существа. Я не могу пренебречь или быть безразличен к его существованию, его усилиям, его попыткам, его тенденциям. Я не могу и не должен их игнорировать. Никогда. Я должен всегда быть бдительным в отношении самого себя, в своей жизни. Мы враги с самим себе. И мы друзья с самим себе. И Нахи Калинакрит Кашчет, тот, кто искренен, тот, кто правдив по отношению к себе, тот должен достичь победы. Победы. Обязательно достигнет победы, если руководство в должное, должное руководство в должном канале. Вопрос рабства чувствам – это главный вопрос. Кто ты? Твое Я принадлежит тебе? Ты хозяин самому себе? Или ты жертва, игрушка, кукла в руках чувственных наслаждений? И искатель, охотник за популярностью, властью и чувственными наслаждениями? Кто ты? Чувственные наслаждения, власть, деньги, люди, последователи. Популярность, слава в этом бредном мире. Мы хотим славы. Вайшнави Пратишта. Какой славы? Каков истинный смысл Вайшнави Пратишта? Какой славы мы хотим? Признание моего хранителя. Признание. В мой адрес. Он хороший слуга. Он хороший преданный. Я должен стремиться к признанию моего истинного хранителя, моего истинного доброжелателя. Подобное стремление я должен иметь. Тот, каким он хочет меня видеть, таким я должен стараться быть. Согласно его желаниям, я должен подготовить себя, изменить себя. Такого рода Пратишта, признание будет полезным для нас. Признание со стороны высших хранителей. Я могу стремиться к этому, а не стремиться к аплодисментам, к овациям мирских людей. Какая ценность? Какой ценность представляет их мнение? Мнение массы или аплодисменты массы, овации массы. Они уже сбиты. Они в любом случае сбиты с толку. Они не знают, что хорошо, а что плохо. Где право, где лево. И чего стоит их обожание, их аплодисменты? Это лишь очарование подобного рода. Уводит меня в сторону, не более того. Вайшнаве Пратишта. Если мы уходим из этого измерения, из измерения Вайшнаве Пратиште, то мы оказываемся в опасном положении. Махарадж, Билва Мангл Такур сказал, что я получу, если весь мир будет мне кричать браво и аплодировать, а я потеряю тебя. Да, это эксклюзивная преданность, безраздельная, отсутствие заботы ни о ком другом, но единая устремленность, целенаправленность, только одна цель, одна мишень, его признание. Слава в его глазах. Это, мы говорим о начальном уровне, она более… Когда наше положение упрощилось там, тогда преданные будут нашим единственным прибежищем. Это высочайшая реализация. Когда люди просто думают обо мне, как о верховном владыке, они находятся в абстрактном положении, в неопределенном. Это нереальное положение. Но когда они, слуги моих слуг, когда они помещены в определенный департамент, под чьим-то началом, тогда это реальная преданность мне. Те, кто преданы мне, не являются моими преданными, но те, кто преданы моим преданным, воистину преданы мне. Более реалистичное положение, правильная позиция, когда мы занимаем место в группе его преданных, в кругу его преданных, тогда наше положение гарантировано. Мы в безопасности. Ты уже купил билет? Да. Но сегодня я слышал, ты передумал ехать? Я всегда хочу оставаться, находиться у лотосных стоп вашей божественной милости. Не только рядом со мной, но то, что ты получила от твоего гуру Макараджа, ты видишь это во мне, поэтому ты испытываешь влечение ко мне. Ты сидишь здесь, связанный с твоим гуру Макараджем. А? Что ты говоришь? Что ты скажешь? Сурабавана правой. Разве нет? Разве я не прав? Да, это правда. Да, это правда. Очарование. Капля очарования, которую вы получили от вашего гуру Макараджа. Слава Макараджа привела вас сюда в поисках аналогичных явлений, похожих капель. Махарадж, мы чувствуем милость нашего гуру Макараджа постоянно, общаясь с вами, потому что только по его милости мы сумели прийти к вам и слушать вас. Если у вас есть вера в меня, он просил меня позаботиться о вас. И по воле Божьего промысла я вижу, что так все устраивается, что я могу что-то сделать в этом направлении. Но я, понимаете, по своему характеру не слишком… Как это выразиться? Моя природа, мой характер не очень благоприятен для проповеди. Иногда… Вы не очень социальны? Вы не очень общительны? Не, ну не то, что вы не очень социальны, но я не склонен давить. Я не склонен давить, я не активен. Мой гуру Махарадж заметил обо мне, ты любитель комфорта, ты любитель спокойной жизни. Однажды мой гуру Махарадж заметил обо мне, ты любитель комфорта. Иными словами, ты не прикладываешь максимум усилий для того, чтобы раздавать то, что ты имеешь. Ты сдержанного темперамента резервируешь. Ты все зарезервировал для себя. Ты не слишком склонен помогать другим. И это означает, что у тебя есть квалификация, но ты не желаешь дарить это другим. Таким было его замечание. Так или иначе, но на своем смертном мудре он был очень благосклонен ко мне. В свои последние минуты его блаженное поведение сделало меня почти уникальным. последние минуты своей жизни. Он передал мне нечто, но смог ли я это нечто получить или нет, я не знаю. Насколько я сумел получить, я не знаю. Но я уверен, то, что он хотел распространить посредством своей транзакции, взаимодействия, передачи служения Шри Рупи Манджари. Это высочайшее явление в этой линии Рупануга. Наратамтакур говорит, он стремится к тому дню, когда его гуру Локанатх, он говорит, когда он возьмет меня за руку и отведет меня, поместит меня, да, поместит меня, отведет меня к группе Госвами. Мой гуру Дев, Локанатх, когда он будет достаточно милостив, чтобы передать меня Рупе Госвами. Это высочайшее место нашего стремления, нашего духовного чаяния. Махарадж, Вы говорите иногда, что Вы не пошли в горе, но гора... Если Мухаммед не идет в горе, то гора идет к Мухаммеду. Да, да, я так говорил. Где-то так. Я не поехал, я не хотел. Гуру Махарадж хотел послать меня Шрилас Расвати Таку. Хотел послать меня на запад, но я отказался. Мой великодушный гуру Дев не оставил меня в покое. Мой великодушный гуру Дев позволил мне, то есть он не стал давить на меня, но он оставил меня в этом мире для того, чтобы мои мысли, которые я считаю правдивыми, то, что я на самом деле думаю, чтобы я мог передать их Вам, кому-то из Вас. Это нечто чудесное, нечто чудесное. Мы думаем, что многие еще, многие придут к Вам. Ну, если я буду жить... Шриньвас Ачарья отправился к Гададхару Пандиту. И Махапрабху попросил Гададхара Пандита помочь ему, Шриньвасу, в изучении Бхагаватана. Шриньвас Ачарья пришел к Гададхару, и Гададхар попросил его достать хорошую копию Бхагаватан. Он сказал, моя копия не годится, потому что Акшар, то есть буквы, размылись от слез, которые капали на странице, поэтому я не могу, буквы размыты, наполовину смыты. Поэтому найди новую книгу, хорошую копию. Шриньвас Ачарья ушел, чтобы достать новую книгу. И когда он вернулся, то увидел, что Гададхар Пандит покинул этот мир. Гададхар Пандит к тому моменту покинул этот мир, но... хотя он оставил мир, но его благая воля была такой, через Махапрабу. Указание Махапрабу. Шриньвас Ачарья автоматически стал лучшим ученым, только потому что Махапрабу этого захотел. Он стал лучшим знатоком Бхагаватом в своих дни. Хотя он и не прошел как будто бы обучение у Гададхара Пандита, но это знание пришло к нему. Многие могут прийти, а я могу уйти. Он знает лучше. Если он захочет, он может оставить меня еще на какое-то время. Гаудхари, 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 гаудхари. Я веду почти уединенную жизнь, отшельническую жизнь. Все друзья уходят с каждым днем. И я думаю, я думаю о прошедших днях, о днях прошлого, которые были столь славными, а сейчас практически тьма опустилась. Но все уже присутствие в вас всех, многочисленных, столь многих, создало другую форму света, породило света и надежды. Махапрабу здесь. Дас Госфами, после ухода Махапрабу, после того, как Махапрабу ушел из Парушоты Макшетры, Дас Госфами ушел во Бриндава. С опечаленным сердцем, скорбным сердцем. Сваруп Дамодар и сам Махапрабу, Гададхар Пандит, все они ушли. И тьма опустилась. Тьма опустилась, и с разбитым сердцем он ушел во Бриндава, но там он нашел Махапрабу в Рупе и Санатане. Он увидел здесь Махапрабу, Махапрабу здесь. И с великой энергией, с великим энтузиазмом они выполняют указания Махапрабу столь интенсивно. Он нашел это в Махапрабу, Махапрабу здесь, здесь, живой. Они раздают Махапрабу, распространяют, дают Махапрабу миру. Махапрабу здесь. Он не мог умереть. Имеется ввиду Дасгу с вами, не мог умереть. Первоначально он думал, что совершит самоубийство, но когда он вновь встретил, то он подумал, он здесь. Я не хочу расставаться, не могу расстаться с жизнью. Прямое служение Махапрабу доступно здесь. Я нашел его здесь. Не только это, но когда его разочарование ушло, то он сам начал… Новый мир открылся ему, и он написал великое множество стихов, и он дал величайший, драгоценный камень Божественной Любви. Махарадж, да. Когда я впервые приехал сюда, вы сказали мне… Вы велели мне собирать лекарства, а затем раздавать лекарства. Да. Не только собирать их, не просто собирать, но раздавать. Так вот, я хотел бы оставаться здесь, собирая лекарства, но я чувствую, что я также должен начать раздачу. Дай. Да. Рука об руку и той другой. Да. А затем я вернусь для нового сбора. Хорошо. Используйте меня. Используй меня. Используй меня. Мы слышали от нашего Прабхупады, что я не могу сделать это сам. Поэтому многочисленные друзья пришли ко мне на помощь, чтобы помочь мне в выполнении моего долга. Я должен выполнять все эти вещи сам, но поскольку я негоден, я неквалифицирован, поэтому Кришна послал столь многих друзей, чтобы помогать мне в этой работе. Такова подлинная концепция видения Вайшнава, по крайней мере, нашей Гуру Варги. Они дали нам подобное понимание. Когда речь идет об истинном измерении, то мы находим, что каждая отдельная душа по своему устройству, естеству, каждая принадлежит Кришне и никому другому. Поэтому они пришли в разных одеяниях, в разных обличиях, разного цвета, так сказать. Они пришли, чтобы совершать служение своему владыке, своему Господу. Сварупа Шакти занимает их для того, чтобы помогать себе в выполнении своих обязанностей. В выполнении Ее обязанностей служение Кришне. Служение Кришне. Лила. Лила. Принимать участие в Лиле. Все для Него. Уражаясь языком Гегеля. Реальность сама по себе и сама для себя. Все для Него. Все для Него. Поэтому это жертва. 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 Пожертвовать всем ради Его удовлетворения. Это главный поток мыслей. Линия мыслей. Чистота. Высочайший тип чистоты, чистота высочайшей природы здесь. В предании, во вручении себя самодерцу, и этот самодержец есть абсолютное благо. Самодержец есть абсолютное благо, монарх, красота, любовь, гармония, ананда. И не будь скупцом. Не будь скупцом, имей дело с Ним. Безраздельно, тотально отдай себя Ему. Понимая, что мы Его собственность, видя это, смотря на эту истину. Он, наш Владыка, Он способен создать или убить. Он способен творить с нами все, что угодно, все, что Ему заблагорассудится. Подобно Владыка. Придание подобного качества способно спасти нас, дать нам вечную жизнь и здоровую жизнь. Когда мы живем, когда мы дышим в подобной атмосфере, Он обладает полнотой прав на нас сделать, создать или убить. Оставить живых или расправиться. Подобное качество, самопредание, осознавая, кто мы, мы принадлежим Ему, и реализация должна быть такой степени чистоты. Степени чистоты и степень святости также будет возрастать, соответственно, степени святости и чистоты одного и того же порядка. Обычная чистота не есть подлинная чистота. Она должна прийти к стандарту, к божественному стандарту чистоты. Подлинный стандарт чистоты необходим не чистота в расхожем смысле. Чистота нирмала. Паратена. Насколько мы осознаем, что предназначены для него, согласно этому, этим пониманием определяется степень нашей чистоты. Девари Шинарада говорит. Все остальное должно быть уничтожено. Должно уйти. И внутреннее, самое сокровенное понимание того, что мы в полной мере принадлежим Ему в качестве рабов. Чистота здесь. Чистота здесь. Приверженность. Насколько велика приверженность. Насколько велика вера в него. Это стандарт. Этим определяется этой степенью стандарт чистоты. Татт паратена нирмалам. Татт паратена степень чистоты. Татт паратена нирмалам. То, что подобный стандарт обладания. Настолько это явление чистое, божественное и святое. Священно. Совершенно. Татт паратена нирмалам. Татт паратена нирмалам. Татт паратена нирмалам. Хришекена, Хришекеша, Севанам. Все твои составляющие, части, составляющие твоего духовного тела будут использованы. Они не враги тебе. Враг – это то, как ты их используешь. Не чувства как таковые, не составляющие, но то, какую функцию выполняют эти составляющие. Не эти составляющие следует отвергать. Вовсе не следует. Но природа использования этих составляющих, она должна быть изменена. И тогда все будет золотом. Из железа все будет превращено в золото. Железо превратится в золото. Но все останется на своих местах. Только природа, природа будет изменена. Использование. Опасность, смерть только лишь в концепции отделенного интереса. Концепция отделенного интереса. Вторичного по отношению, второго по отношению к абсолютному центру. Эта концепция должна быть отвергнута эгоистического интереса и ничто другое. А все останется нетронутым. И будет использовано в своей полной полноте своего удовлетворения. Все имеет свою полноту или истинную реализацию. Высочайшую реализацию или полноту или удовлетворение. Высочайшую функцию. Лишь связь должна быть установлена. Когда правхупат приехал в Мадрас, то он обнаружил в списке книг там одно отсутствующее звено. И он попросил нас достать эту книгу. Что это за книга? Какой-то давно утраченный символ. Символ или давно утраченное звено. Это было очень сладостное выражение из его уст. Он сказал, это книга, это давно отсутствующее звено. И прочитав эту книгу, он сказал, это не то, что я подразумевал, не то, о чем я был. Давно отсутствующее звено. Имеется в виду, он сказал, это то, чего я хотел. Long missing link. Давным-давно забытое звено. Давно потерянное звено. Он сказал, что это книга, которую я хотел прочитать. Наше сознание так называемая концепция так называемой реальной жизни. Вот что должно быть изменено. Но link, связь, звено очень сладостное. Я жалею о том, что я потерял этот link, это звено очень-очень давно. И связь, контакт. Прасад готов? Шипат Госвами ему хорошо уезжает, он прощается. Прими Прасадом. Подписывайтесь на канал. Продолжение следует...